Сегодня в Карачаевске почтили память генерал-полковника Султана Кокезовича Магомедова. Он был не просто хорошим военачальником, но искусным военным дипломатом и наставником для многих молодых людей, выбравших себе профессию служению Родине. На памятном мероприятии побывал и наш корреспондент Ахмат Халкечев. Почтить память Султана Кокезовича Магомедова пришли представители общественности, сослуживцы и те, кто просто гордится тем, что живет в городе, где он учился и вырос. После возложения цветов к могиле генерала собравшиеся почтили его память минутой молчания и совершили обряд дуа. Участников возложения от имени руководства Карачаевского городского округа поприветствовал заместитель мэра Азрет Караев. Султан Кокезович прошел четыре войны – финскую, Великую Отечественную, сирийскую и афганскую. Выступавшие на возложении единоночно отмечали, что судьба генерала Магомедова – самый настоящий пример для подрастающей молодежи. Султан Кокезович – это эталон, можно сказать, советского гражданина, советского патриота, советского офицера, воина-защитника. Мы обязаны чтить, помнить и на его примере, на примере таких людей, как он, воспитывать нашу молодежь. Султан Кокезович Магомедов практически всю свою службу работал на различных крайне ответственных должностях. Он некоторое время был первым заместителем начальника военной академии имени Фрунзе, затем заместителем командующего Забайкальского военного округа. А в Афганистане был главным военным советником. И в запасе Султан Кокезович оставался в строю, посвятив свой огромный и бесценный опыт делу военно-патриотического воспитания молодежи. Сердце легендарного военачальника остановилось 31 августа 1989 года. У него случился инфаркт во время выступления на митинге ветеранов войны в Афганистане, который проходил в музейном комплексе с защитником перевала в Кавказе. В общей сложности у него было свыше 40 правительственных наград иностранных государств и СССР. Акмак Халкечев, Али Бастанов, Вести Крачаево-Черкесия, Крачаевск.